Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о смешанном типе кастрирующей матери. Начнем мы с примера, который хорошо иллюстрирует кастрирующее поведение матери по отношению к своей дочери. Если вы смотрели первый ролик этого цикла, то вы также вспомните, что я обещала вам рассказывать о кастрации не только по отношению к мальчику, но и по отношению к девочке. Вот этот пример является яркой иллюстрацией. Мама с ранних детских лет избивала свою дочь, всяческими способами ее физически наказывала. При этом она ей внушала страх перед мужчинами, перед сексуальной жизнью. Когда она ее била, она говорила о том, что не дай бог ты кого-то принесешь мне в подоле, сексом можно заниматься только после брака и вообще доверять мужчинам нельзя. Какое-то время, пока девочка была маленькая, она все это терпела, потому что у нее не было сил, не было ресурсов дать отпор своей матери. Но в последующем, в подростковом возрасте она стала выше, сильнее. И однажды, вернувшись после общения со своими друзьями, она увидела опять ту же сцену, когда мать кидается на нее с кулаками и начинает ее обвинять в том, что она шлюха, что непонятно где она была. Девочка в этот момент не растерялась и кинула в нее стул, попала ей в голову, в результате чего мать увезли сотрясением головного мозга в больницу. В больнице причин сотрясения мама не раскрыла, потому что тогда бы пришлось говорить о систематическом физическом насилии своей дочери. Но полежа в больнице, она поняла, что уже этот фокус с физической агрессией не пройдет, потому что дочь может дать ей отпор. И она резко меняет свое поведение. С первого же дня, когда она пришла домой, она начала притворяться слабой, стала вздыхать, пускать слезу, говорить о том, что вот ты какая дочь, я же хотела всего лишь о тебе позаботиться, тебя обезопасить, а ты хотела убить родную мать. И такими способами манипуляции вызывало чувство вины. И, конечно, пациентка рассказывала, что вот такая пассивная агрессия, она действовала на нее гораздо сильнее, чем физическое насилие. Результатом кастрирующего поведения матери стали трудности в сексуальной жизни ее дочери. Дочь отмечала о том, что боится знакомиться с мужчинами, воспринимает их активность как агрессию, испытывает страх перед началом половой жизни. И, собственно, она обратилась по поводу вагинизма. Ей было страшно, она испытывала боль при попытке введения полового члена во влагалище. С этим мы и работали. Сегодня мы поговорили о смешанном типе кастрирующей матери. В следующем видеоролике мы продолжим тему кастрации и уже начнем другую подтему кастрирующие жены. Кто они и почему они кастрируют своих мужей. Спасибо за внимание и до новых встреч!